Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала! В этом видеоролике я займусь посадкой, пересадкой, отделением прикорневой детки. Всеми этими процедурами я сегодня буду заниматься и вам предлагаю посмотреть данный видеоролик. Как многие из вас уже знают, я постоянно в поиске чего-нибудь нового, подходящего, более удобного для выращивания и ухода за своими орхидеями. И в этом видеоролике я хочу сделать небольшой такой прорыв, но это будет, так сказать, проба пера. Пробовать никому я не предлагаю, так что смотрите, запоминайте. И если понравится, если сочтете это решением ваших проблем, теми, с которыми столкнулась и я, то вполне можете позаимствовать у меня эту идею. Ну а как эта идея будет работать далее в жизни, покажет только время. И я обязательно буду показывать в будущих своих видеороликах данную посадку, буду рассказывать, как идут дела и делать небольшие обзорчики. Поэтому, кто не подписан на мой канал, хочет знать продолжение, подписывайтесь на канал, нажимайте обязательно колокольчик, чтобы не пропустить выход нового видеоролика. Возможно, этот новый видеоролик будет как раз таки об этой орхидее и об этом способе посадки. Ну а сейчас о насущном. Самыми излюбленными горшками для посадки я считаю вот эти обыкновенные горшочки, которые все нам привычны. Мы привыкли покупать в них орхидеи, а также они и продаются для посадки орхидеи. Я считаю, что у них очень много плюсов, но есть как бы один значительный для меня минус. Из-за невозможности выращивать свои орхидеи в оранжерейных условиях, так, чтобы вода стекала вниз, не имея никаких кашпо, блюдцев и так далее, в домашних условиях составляют все-таки небольшие трудности. А также в эти сливные отверстия со временем, когда корневая система очень хорошо разрастается, прорастают корни. И это тот самый главный минус, который меня не устраивает. Конечно бы все прекрасно, корни огромные, корни проросли в эти отверстия и следовало бы радоваться. Но так как я очень часто делаю осмотр своих орхидей, а также во время полива, такие горшочки приходится приподнимать для слива воды или еще для каких-либо процедур. И возвращая их обратно в свое исходное положение, богатая корневая система, которая со временем здесь образуется. Сейчас покажу пример. Есть у меня вот такой очень хороший пример для наглядности. Вот растет у меня фаленопсис 1,7, размер я приобретала. Сейчас это уже довольно-таки крупненькое растение, в принципе, давно готовое к цветению. И разрастается у него очень хорошая корневая система. Она как воздушная, хотя это неправильное выражение, все корни у фаленопсиса, они считаются эпифитными, что значит воздушными. Но и та часть, которая в горшке нарастает, со временем она прорастает в эти дренажные отверстия и вот таким образом выглядит. Но сейчас из-за того, что данное кашпо имеет определенную такую воздушную прослойку, корни у меня еще не цепляются за дно и нет угрозы их травмировать. Плюс еще бывает тот факт, когда я слегка забываю сливать воду и излишки воды, от излишков воды корневая система замокает, что тоже в свою очередь вносит вот такую вот нехорошую лепту. Корни начинают частично портиться. И чтобы решить данную проблему, мне пришла в голову одна идея. Родилась она в результате общения с одним знакомым человеком, Люба, привет! Пообщавшись, я поняла, что вот такой вариант, он имеет место быть и сейчас этот вариант я вам продемонстрирую. Я решила использовать для устранения данной проблемы, как я считаю, в моих условиях это проблема. Мне не нравится, когда корни вылазят за пределы горшка, особенно снизу. Поэтому я взяла небольшой кусок агроволокна, который я использую в огороде. Сходила, отчекрыжила кусочек, от старенького кусочка, постирала его и вырезала вот такой кружок. Кружок приставила вот этой частью и по нему вырезала круг. Мой горшок имеет в центре вот такую с одной стороны впуклость, с другой стороны выпуклость. И для того, чтобы закрыть вот эти все отверстия, отверстия имеются как в самом дне, в ровной его части, так и в этой впуклости-выпуклости, вот такие тоже. Туда очень хорошо пролезают корни и первым делом прорастают. Они стремятся то ли к воде, то ли к воздуху. Это наш постоянный спор. Дискутировать на эту тему можно очень долго. Но данную проблему я решила вот таким образом устранить. Сейчас я буду пробовать. Это пробная посадка будет. И будем наблюдать, что из этого получится. Конечно, вот сейчас я вам так схематично это представляю. И в процессе посадки все это я выровняю и покажу, как будет смотреться. Для удобства вырезания, вот я приготовила маркер показать. Возможно, у кого-то с этим сложности возникнут. Я сначала маркером сделала намёточки. Затем с помощью ножниц вырезала вот такую штуку. Сложив её пополам и ещё раз пополам, я нашла один центр, разрезала. Потом разложила, сложила в другой плоскости, нашла опять центр, ещё раз разрезала. И у меня получился ровно по центру вот такое вот отверстие получилось, в которое и будет проникать моя вот эта впуклость-выпуклость горшка, конечно же, моего горшка. Вот. Так. И сейчас непосредственно я имею вот такую орхидею. Уже не помню в каком году, то ли в 18-м, то ли в 17-м время летит. Но у меня есть видеоролик, есть видеоролик на канале. Привязано к определённой дате. 23 февраля Денис мне принёс из магазина орхидеи, которые были подморожены, залиты. И, в общем, в результате оказалось, что без точки роста. Это знаменитый филинопсис попугай. Не раз вы видели обзоры цветения с его участием. Вот это реанимашка попугай. Вот так распустились у неё оба цветоноса. Остался один бутончик нераспущенный. Вот такие вот яркие звёздочки. Красота, не правда ли? И вот 23 февраля я получила, казалось бы, вот такой подарок. Но для меня это было поистине счастье. Мне нравится возиться с орхидеями, а особенно в то время мне нравилось их реанимировать. Тем более же, что досталась эта орхидея бесплатно. И я не знала, как она цветёт. Ну а вылечив её и дождавшись цветения, я была приятно удивлена. Редкий сорт, столь редкий сорт появился в моей коллекции. Да плюс ещё красавчик. Да плюс ещё всё так быстро получилось. А реанимация этих орхидей, она была не одна. Смотрите мои видеоролики. И не забывайте при просмотре, что прошло время. И на сегодняшний день, конечно же, я имею более компетентный, что ли, опыт. Более подходящие выражения использую. Так что делайте небольшую поправочку на то, что когда-то каждый из нас с вами что-то начинает. И он не сразу становится знатоком своего дела, какого-то вопроса. Поэтому сейчас данная орхидея выглядит вот таким образом. Эта прикорневая детка очень хорошо развилась. И у неё начинают, где-то уже развились такие очень длинные корни. Где-то вот они только-только растут. Я смотрю, что растут они за пределы горшка. Посадку можно наблюдать, что она у меня очень давняя. Видите, я ещё использовала керамзит. На данный момент керамзит я не использую. Уже повторяла и ещё раз повторю. Считаю этот материал, этот компонент непригодным в моих условиях для использования в посадку к орхидее. Ну а причины я называла в одном из своих видеороликов. Ссылочку на него постараюсь оставить в описании. Да и вообще поправки на те видеоролики, о которых я веду речь. Записывая какой-то конкретный ролик. В данном случае данный ролик. Всегда на них оставляю ссылочки в описании под видео. Не ленитесь проходить по этим ссылочкам. Получайте интересующую вас информацию. Не ждите, когда я вам смогу ответить. Потому как вас очень много. Я одна. Никто мне не помогает вести канал. Поэтому трудитесь сами. Ищите информацию, которая как бы вот уже вам на блюдечке с золотой каемочкой. Ну а я хочу сейчас приступить к разбору корневой. Хочу извлечь из стаканчика это растение. Посмотреть, что там с корнями, с материнскими. А также отделить эту детку от материнского такого неполноценного уже растения. Дальше буду решать, оставлять это растение или нет. Ну а саму детку буду делать посадку по новому варианту. И дальше будем следить с вами, что из этого получится. Вот она у меня так шалтай-болтай. И на ней я проводила эксперименты с одним из органических натуральных удобрений. О котором я расскажу вам чуть позже в своих последующих роликах. Для этого следите просто за моими новыми видеороликами. Так, сначала я обожму стаканчик. Нравятся мне вот эти вот горшочки для посадки. Обыграть их уже, чтобы они смотрелись эстетично. Это уже дело каждого. Фантазия, как говорится. Можно избрать кашпо. Очень красивые кашпо сейчас есть в продаже. Можно сделать кашпо в натуральных таких идеях. Применив свое творчество и фантазию. В общем, и занимают они мало места. И растут в них хорошо. В общем, они созданы специально для орхидеи. В частности, для орхидеи фаленопсис. Ну что ж, посмотрим, что за эти года произошло с корневой системой материнского растения. Вот бы мне сейчас, конечно, неплохо, чтобы так раз. И тот ролик сразу передо мной открылся. Чтобы посмотреть, как же там было-то в то время-то, в те времена-то. Сейчас главное не повредить молодые корни детки. Сейчас акцент я буду делать на ней. Мамка, как бы мне уже, ну, как бы это ни странно для кого-то звучало, не нужна. Хотя корни у нее рабочие. Посмотрю, конечно же, рука не поднимется у меня выбросить это растение. Буду смотреть. Вот смотрите, что происходит с грунтом. Я использовала не очень качественный грунт. Кору мне для этой посадки, по-моему, пришлось покупать. С таким цветочком орхидеи. И вот видно, как он уже испортился. Да, ну, то есть не испортился. Он еще, в принципе-то, могла бы она в нем посидеть. Ну, вот так вот, в принципе, можно сказать, грунт сопрел. И не будь вот сейчас такой ситуации, чтобы отсаживать детку, то этот грунт по-любому нужно было бы менять. Вот он, все в труху. Как словно сухой листик. Рвется и рушится в пыль эта кора. Это одна из причин для пересадки фаленопсиса. Меня спрашивают, когда можно пересадить фаленопсис. Вот такое вот случается один раз в два-три года. При обильных, естественно, поливах, та влага, которая задерживается на коре, в посадке, плюс дружественные вот эти бактерии, микроорганизмы, они очень хорошо способны перерабатывать эту кору. И вот уже такую труху можно заменить на свежую кору. Теперь приступлю непосредственно к самой процедуре отделения детки. Здесь будет уже немного все сложнее, нежели вытащить ее просто из стаканчика. Нужно найти место прикрепления. А место прикрепления довольно-таки глубоко. О, вот оно, вот оно место прикрепления. И уже смотрите, какая шейка у этого растения, сколько листьев оно сбрасывало за свою жизнь. Сейчас я буду подбираться, вот так удаляя. Вот таким образом включила подсветку, настроила немного, чтобы вам тоже было видно процесс происходящего. Сейчас я буду очень внимательно смотреть на свое растение, поэтому если что-то вдруг расфокусируется, то, пожалуйста, не обессудьте. В принципе, я все рассказываю и потом в итоге покажу, что получилось. Так, сейчас я срезаю все отжившее свое. Детка у меня цвела прекрасно вместе с материнским растением. Они в очень быстрый срок после реанимации выгнали обе цветоносы, цвели на двух цветоносах. Шикарное цветение. И мой экземпляр находится на выращивании, на искусственном освещении, непосредственно под лампами Униэль. И не выгорают цветы практически до самого опадания, до самого конца находятся в таком ярком состоянии. Сочные, имеют сочные яркие краски, отчетливые рисунки. И буквально лишь за несколько дней до опадания они бледнеют. Так, нашла я это место. Теперь мне ее нужно вот так откусить от манки. Для этого нужен более, возможно, секатор. Вот, все, все случилось, по-моему, да, все произошло. Вот, такое растение. Сейчас сначала рассмотрим материнские эти два листа. Вот, видите, осталась она у меня без точки роста. В том видеоролике я подробно рассказывала, как я поступила с мокнущей точкой роста. Вот у нее, видите, плюс еще и цветонос был когда-то, видимо, из точки роста. Вот, ну, тогда были морозы, и 23 февраля, 2 или 3 года тому назад, вот я получила такие растения в оклякшем состоянии. Вот, в общем, думаю, что, наверное, каждый из вас сталкивался, ну, или рано-поздно точно придется столкнуться. В принципе, корни у нее живые, хорошие. Частично где-то, да, есть отмершие участки, но в основном посажу, сохраню. Ну, может быть, она еще детку нам даст, посмотрим. В принципе, сорт такой очень хороший. Было бы, наверное, кощунством выбросить такой завидный пенек, в то время как иногда пеньки мы с вами оставляем гораздо в худшем состоянии. Ну, а сейчас мне остается зачистить все вот эти струбья, то есть оставшиеся вот эти чашелистики от листиков. Вот, ну, не думайте, не думайте, что я вполне серьезно. Конечно же, это не чашелистики, это остаточки от листьев, бывших когда-то на этом растении. И это дело обязательно нужно зачистить. Вот, знаю, что есть люди, которые, ну, не воспринимают юмор, на серьезе на таком смотрят видеоролики. Я всегда шучу с позитивчиком. Сейчас я немного приберусь, принесу пинцет и будем зачищать шейку. В общем, искала, искала свой рабочий пинцет, так не нашла. Придется мне вот этим, не совсем он мне нравится. Уже, конечно же, всякие примочки, пословицы, поговорки и черта просила, чтобы поиграла, отдал, но не знаю, куда запропастился мой рабочий пинцет. Приступлю, вот этим буду работать. Так. Под натиском моих экспериментов можно, наверное, наблюдать, что в основном корни росли куда угодно, но только не в горшок. Перестала я экспериментировать, и вот корни, словно неведомая сила, смотрите, развернула вниз. Какие эксперименты я проводила, с какими удобрениями, повторюсь, еще раз я расскажу в другом видеоролике. Многие из вас ждут видеоролик про удобрения, обязательно я его сделаю, и, возможно, вот этот фрагмент я включу тоже туда. Я расскажу свое отношение, я расскажу, чем я пользуюсь, а также я расскажу про то, как я удобряла орхидеи перепелиным, настоем из перепелиного гуана. Какие это дало результаты. В общем-то, это был тоже своеобразный эксперимент, а также поделюсь теми знаниями, которые я в ходе всех этих экспериментов получила. Так. Я понимаю, что вам хотелось бы, чтобы данная процедура протекала бы быстрее, но есть те люди, которые знают и понимают, хотят смотреть все в реальном режиме, без перемоток, без пропусков. Ну, а мне хочется максимально безопасно сделать данную процедуру, так как показухой на камеру я не занимаюсь, и это мое добровольное решение, показывать данную процедуру и делиться своим опытом. Поэтому все будет, как оно будет. Кому долго выключайте, не смотрите. Ну, а вообще я не люблю повторяться и заострять на этом внимание. Есть всегда как левые, так и правые сторонники. Поэтому, вот когда будете по мою сторону баррикад, тогда осознаете всю прелесть. Так. Наслаждаемся процессом. Видите, у нее цветоносик. Вот он. Сейчас. Пиньки от корешков. Так, стоять. И вот этот остаток от листа не поддается. Сейчас я тоже цветонос. Устраню остаток от цветоноса. Не хочет добровольно легко сдаваться, но все исправим. Так, один цветонос видели, я удалила. здесь еще есть остаток второго цветоноса. то есть, растение очень охотно цвело. Я очень люблю такие растения. без проблем. Без проблем, ничего не надо от них ждать, ожидать. вот так. Так, его тоже удалим. Так, его тоже удалим. обстрельнул как. что не поддается, не нужно насильничать, проще вот так аккуратненько надсечь и очень легко вот так. вот эти сухие остатки удаляем в обязательном порядке. они мешают прорастанию новых корней в период, когда у орхидеи какие-то сложности, трудности, не хватает селенок. и от этого бывает очень много проблем. Также я это неоднократно рассказывала, но повторюсь для тех, кто только-только присоединился и еще не успел просмотреть большинство моих видеороликов. Так, ну все, в принципе, ковырять тут больше нечего, само место отсечения оно сухое, ничего здесь прижигать не надо. Думаю, что повреждений каких-то я нанесла минимум, травмировала растения, поэтому ждать я не буду. Если вдруг вы сделали какие-то ранки ранения, то можно ничем не обрабатывать, особенно не надо эти ранки размачивать. То есть после пересадки не нужно поливать, нужно просто хотя бы сутки, а то и двое просто полежать растению вот так. Все эти ранки подтянутся, затянутся, образуется естественная пленка на ранках, антибактериальный такой своеобразный барьер. Растение в силах само себя заживить и исцелить в данном случае от нашего вмешательства. Но в моем случае, наверное, тут какие-то травмы минимальны, поэтому я приступлю к дальнейшему этапу посадки. Для посадки я подготовила вот такой грунт. Я взяла немного кокосового волокна. Я его растригла на чуть более мелкую фракцию, так как оно очень длинное. Также я взяла сосновую кору фракции 2,5. Вот таких она размеров. Бывает чуть крупнее, чуть больше. Кору можно приобрести у меня. Тот, кто приобрел, думаю, не пожалел ни на минуту. Кора очень классная, растет в ней все хорошо. И вот я сделала чуть поменьше фракцию, поломав кору 2,5 на чуть меньшие кусочки. Также я добавила, чуть-чуть добавила кока-чипсов. Растение это любит пить. И нарезала сухого лесного мха. Осталось у меня немножко вот всяких разных таких частиц фракций. Выбрала я для себя мох. Будет лесной мох. В продажу будет весной. Кому нужно обращайтесь, ссылку на свою страницу ВКонтакте я оставляю также всегда под каждым видеороликом в описании. Вот поэтому вот с такими ингредиентами буду делать посадку. Ну и плюс дренажный слой. На дренажный слой можно использовать как непосредственно сами крупные кусочки коры. Достаточно всего лишь несколько кусочков. Ну и когда есть возможность, я вот отыскала, думала у меня вся куча замерзла. А где-то вот в закромах осталось чуть-чуть ведерки камней, обыкновенные камни. Ничего я с ними не делаю. Никакой стерилизации, ничего подобного. Дальше я вот этот свой кружок, безопасный кружок, спасательный круг в данном случае устанавливаю в горшочек. Так как мне нужно, смотрю, чтобы все отверстия закрывались самим кружочком. Подсыплю немного камней. Камни также помогут как следует уложить эту ткань. Так, сейчас слегка вот так пинцетиком уже сделаю. И в принципе все, все как надо. Все классно. Ну и естественно, используя кашпо, с такими горшками очень часто я наблюдаю, да и я сама. Вот, я использую кашпо. Там всегда есть такое пространство, докуда этот горшочек не входит. Или же всегда можно поставить на какой-то камушек или на кусочек коры. Поэтому вот этот дренажный слой, он в большинстве случаев не требуется. И делается это, ну, вроде бы как в эстетических каких-то целях. А еще я это делаю, заметила, что корни орхидеи очень любят камни. Они любят к ним присасываться. Ну и естественно, наверное, какую-то пользу все-таки они извлекают. Поэтому, когда корни присасываются к керамзиту, керамзит очень пористая структура у керамзита. И поэтому накапливается очень много солей из-за того, что мы поливаем некачественной водой. Водой с добавлением солей. Даже водой, прошедшей через осмос чистой водой, да, ее все равно необходимо заряжать питательными веществами. То есть удобрениями, и эти удобрения рано или поздно, они все равно оседают, а также проникают в поры вот каждого кусочка грунта. И в дальнейшем корни получают солевые ожоги, от чего начинают гибнуть. Веламин становится черным. Возникают такие черные пятна, трупные пятна, я их называю так у себя дома. Вот, и поэтому я не использую керамзит. Вот таким образом заложила. В принципе, эстетичненько так смотрится, ничего вычурного. Плюс, еще таким же плюсом является то, что вот сейчас можно спокойно использовать циолит. Но в данной посадке я его не буду применять. И про это я также расскажу еще в одном из своих следующих роликов. Также, да, проблема то, что циолит вымоется из этих отверстий, эта проблема уходит. Циолит останется весь здесь. Вот, поэтому, если все получится, все приживется, корни будут минимальным образом прорастать в дырки. Ну, так как, сами понимаете, вода дырочку найдет, да, так же и корень ему все равно куда расти. И он, почуяв где-то свободу за пределами, он легко может, да, пробраться. Но, тем не менее, это будет служить очень серьезным барьером для того, чтобы корни просто напрямую со свистом не прорастали в эти отверстия. Так, болтаю, болтаю. Давно, мне кажется, я так давно не снимала видеоролики такие о посадке. Плюс, новенькое хочу попробовать, болтаю. Дальше я закладываю кокосовое волокно нарезанное. Очень хочется мне сделать такую, как бы, воздушную подушку. Смотрите, плюс еще дренаж занимает, можно сказать, львиную долю в посадке. Вот, ну, тем самым мы увеличим объем посадочной емкости, если исключим дренажный слой. Но, конечно, это можно делать не всегда, не у всех, не у каждого в условиях. Поэтому здесь уже, смотрите, каждый для себя решает сам. Так, корни, я думала, что это материнские корни, поэтому мне их придется оставить наружи, а в посадку вот уже заглублять именно те, которые будут расти в посадку. Здесь немного сложноватая задача стоит передо мной. Так, никуда от этого не деться. И вот таким образом я начинаю закладывать кусочками коры. Буду ждать, когда новая корневая система нарастет. Как бы не печально, да, но вот бывают такие случаи, что же делать. Буду ждать, когда новые корни будут прорастать в посадку. Главное ровно установить и залог успеха очень хорошо закрепить в посадке растения. Чем лучше оно закреплено, тем лучше и быстрее идет процесс приживания, корнеобразования, укоренения и, в общем-то, дальнейшего развития растения. Если будет шататься, болтаться, корни расти будут кривые, расти будут не туда, куда нужно и процесс затянется на гораздо дольше промежуток времени. Так, вот таким образом. Теперь я плюсом добавлю еще чуть более крупных кусочков. Вот таким образом кора сухая, очень хорошо ломается. По весу где-то приблизительно 1 литр весит 160-200 грамм. Все зависит от влажности. Хранится она у меня, конечно, под крышей, но в неотапливаемом помещении, можно сказать, на улице. Но ее не мочат никакие осадки. Естественно, только атмосферная влажность может влиять каким-то образом на ее вес. Поэтому вот вам для ориентировки 1 литр 160-200 грамм. Ну, 200 грамм это редко было летом. Сейчас она как-то более суше. Вот, кому интересна такая информация. Чтобы мне не писать вам каждому очень много вопросов. Поэтому где-то можно секатором, если хотите, поровнее кусочки. Где-то вот так ручками очень быстренько. Посадку я не набиваю силком. Важно очень создать здесь, конечно, как получится. Но вообще придерживаться очень воздушных посадок, где будут сохраняться воздушные карманы. Корни очень любят такую посадку. Будет очень хорошее укоренение и рост корешков. Ну вот, посадка, в принципе, завершена. Выглядит все вот таким образом. Со временем более мелкие частицы, конечно же, сюда провалятся. Нарастут корни и будем следить за данной посадкой. Кому понравилась идея, кто получил важную ценную информацию, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Делитесь моим видеороликом. Надеюсь, что моя идея пригодится для вас. А также послужит развитием какого-то собственного творчества и собственных идей. И варианты новых посадок. Ну а на этом все. Вопрос о том, когда я буду поливать. Буду поливать через пару дней. Это как минимум. И, естественно, полным погружением. Посадку я активирую полным погружением. Наливаю в ведерко или в какую-то емкость, в которой я поливаю, воды на одну треть. Погружаю горшок. Водоизмещением, конечно же, вода поднимается почти по самый верх. Так орхидея стоит до тех пор, пока я не увижу позеленение корней. Но в данном случае я буду учитывать, что все корни у этой орхидеи никогда не были в посадке. Никогда не видели вот этой повышенной влажности, не находились в воде. И буду делать, возможно, первый полив даже я проведу проливом осторожненько из леечки. Я лишь слегка смочу те корни, которые остались в грунте. При этом кора очень сухая, с нее вода стечет, как с гуся вода. Она не наберет в себя абсолютно ничего. Немножко увлажняться влагоемкие компоненты моего грунта, субстрата. И тем самым буду приучать это растение расти теперь вот так в новых условиях. Со временем она привыкнет, все будет хорошо. Тургер у нее хороший, имеется растущий листик. Сейчас я ее подопру вот так корой, чтобы она более ровно стояла. Ну а также будем наблюдать за всем остальным, что будет происходить с этим растением. Буду с желанием с вами делиться. До новых встреч! Ну и конечно же, конечно, я посажу материнское растение. Сейчас я ему удалю все лишние сухие части, которые не нужны уже ни ему, ни мне. Те корни, которые вот здесь у основания подсохшие, но на концах они плотные и живые. Образовывают такие хорошие разветвления. Я оставлю. Листья имеют хороший тургер. Возможно, где-то еще проснется меристема, хотя я не уверена, до этого момента за столько лет она не проснулась. Но попытка, как говорится, не пытка. Вдруг вот как раз эта манипуляция, когда я у нее сняла детку, простимулирует ее, станет толчком. И она еще даст детку. Ну и все. Таким образом сделаю ей посадочку в ее же горшочек. Особо не буду ей здесь создавать никаких условий. Крупные куски коры, немного кокосового волокна оставшегося от посадки ее детенка. И вот таким образом сейчас закреплю. И если вдруг она решит дать прикорневую детку, не будем ее лишать такой возможности. Она с огромного удовольствия наблюдать за ростом и развитием. В общем, мамочка тоже посажена. Верну я ее в ее ведерочко. Каждая орхидея поливается индивидуально. Любила эту орхидею пить, любит пить. Она еще жива, она еще с нами. Поэтому буду держать ее в той же влажности. Не нарушать ее условия содержания. Пойдет на ту же полку, где она жила. Будет получать столько же влаги, сколько получала. Может быть чуть-чуть меньше. Так как в основном, я думаю, она кормила свое дитя. Но сама она в потрясающем тургере находится. Поэтому до новых встреч!